Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и в Академии Амбрелла, ровно как и в новоиспеченной команде Академии Спэроу, о которой мы с вами узнали в конце второго сезона, Реджинальд Харгевс упорно старался воспитать из этих ребят супергероев, что в первый раз с Академии Амбрелла у него вышло 50 на 50, а во второй раз, если судить по концовке второго сезона, еще не до конца ясно супергерои ли они вообще. Поэтому сегодня каст сериала Академии Амбрелла решили сыграть в небольшую игру, где постараются выяснить, насколько же они супергерои или сколько в них супергеройского. Ну и мы с вами тоже постараемся это определить, насколько это возможно. А также параллельно, конечно, нарисуем с вами небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал и отправить теплые обнимашки автору, то бишь мне, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти. Все ссылки в описании. Итак, суть проста, как ясный день, им задают наводящие вопросы, связанные с качествами супергероев, а они в своем стиле на них отвечают. Первый вопрос, какое супергеройское имя вы себе придумаете? Эм, эм, зеленые лосины. Бигдог. Я думаю, что мое имя было бы связано с, с, с растениями. Ботаник. Да, окей, Эйден. Элен Рейдж. Человек-яблочный уксус. Ну, в первую очередь спешу заметить, что мы с вами обнаружили еще один замечательный звук, помимо смеха, от Эми Ревер Лэмпман. Если так и дальше пойдет, из них можно будет трек слепить. А свирепая Элен, то есть Элен Рейдж, подгонит нам аккомпанемент. И человек-яблочный уксус в зеленых лосинах на подтанцовке. А Бигдог на битах. Ботаника, только некуда пихнуть. Первое, что мне в голову пришло, я бы себя назвал, наверное, что-то типа Мистер Рафломет, Дикий Ор, Ленсовет, Линолеум. Да, Линолеум. Далее нужно было назвать суперсилу мечты. Сила влияния, да. Оу, э, психокинез. Оу, а ну-ка быстренько объясни, Дэйв, что это вообще значит. Э, двигать предметы с помощью силы мозга. Ммм, а потом ты становишься жирным поросенком на диване. И просто подносишь к себе предметы силой мысли. Оу, да. Йогурты и протеиновые батончики. И штанга для жима лежа просто парить над твоей башкой, да? Да, да, да. Я хочу силы, до меня дошел слух. С ней можно сделать много хорошего, но еще и лицемерного и суперэгоистичного, конечно. Но в целом только хорошее, только хорошее, ну знаете, и позитивные поступки. А, я бы выбрал управление гравитацией в сочетании с неуязвимостью. Я все обдумал. Много лет моей молодости были посвящены этому, поверьте мне. Видно, Дэвид Кастанеда подустал тренироваться для роли Диего. Захотелось приобрести удобные, ленивые способности отрастить пузико. Лично я хотел бы приобрести, приобрести, как будто их можно купить, способности замедлять, либо полностью останавливать время. Очень удобная штука, особенно когда вечно чего-нибудь не успеваешь. У каждого супергероя есть свое место, где он может обдумать план, поменять костюм, собрать других супергероев или просто отдохнуть. То есть супергеройское логово. Следующим нужно было придумать, как оно могло бы выглядеть. Музыкальное оборудование, приглушенный свет. Все. Я имел в виду именно просто лампы, чтобы без лишних расходов. Атмосферное освещение. Мое будет в супер-минимализме. Ну, возможно, с парочкой растений. Думаю, определенно у меня должно быть место с кучей окон и естественным светом. Много растений. Ну, типа, знаешь, кресло, на котором хочется свернуться калачиком и читать весь день. Кстати, прочитать весь день. В прошлом ролике, где мы больше изучали закадровую жизнь ребят, Эми рассказывала, что у них многие любят читать. И в перерывах между съемками у них прям целый книжный клуб. Похожее собрание, правда, не все там втыкали в телефон, она решила заснять на камеру. Соцсети. Вся семья в сборе. Хотя, возможно, Кастанаеда там читал. Или это чехол у него такой. Не разглядеть. Эм, думаю, в моем должен быть тропический лес. Я хочу, чтобы у меня было в тропическом лесу. Да. Домик на дереве и умная, мудрая горилла. Да, это круто. С такой хижинкой. И собачкой. Понимаешь? И... Да. Это уже похоже больше на логово Тарзана. Зато на природе. Но я бы выбрал стандартную схему. Куча компов, различной техники, непонятных штук. Всяких необычных приспособлений. Непонятно зачем. Но зато интересно. Следующим вопросом было, любите ли вы танцевать. О, да. Обожаю танцевать. Сарказм. Определенно. Черт, и я обожаю танцевать. Да. И я знаю, что Дэвид Кастаноеда шпарит по танцам. Потому что он ходил на уроки танцев в первом сезоне, не так ли? Я делал это просто по приколу. Это было где-то на второй стадии продакшена. Я хотел освоить современный джаз. Мы все пускаемся во все тяжкие на вечеринках. О, да. У вас есть свои движения. Я видел. Эйден, у тебя тоже есть свои движения. Я... Я танцую очень уверенно. Но черт пойми что. Но я кайфую. Я как-то выиграл соревнования по танцам, когда мне было 12. О, да. Я хочу себе кассету. С альбомом классических танцев. Вообще, Кастаноеда пытался обучать Эйдена танцам. Думаю, просто немножко больше тренировок и получится просто идеальный танцор. Хотя уровень танцую, лишь бы танцевалась, тоже неплохо. Такой уровень танцев, наверное, у многих, включая меня. Далее, не менее важный вопрос для супергероя. Хорошо ли вы разбираетесь в людях? Да. Иногда. Думаю, в целом, да. Эм, я... Офигенно разбираюсь в людях. Каждый, кто меня хорошо знает, говорит, что это моя небольшая суперсила прям в реальной жизни. Заключается в том, как сильно на меня воздействует энергия людей. Да, да. Я думаю, хорошо судили и разбирались в характерах профессиональные актеры где-то из 80-х. Некоторые люди прям мастера покерфейса, но... Да. Эм, сложный вопрос. Я и в себе-то, наверное, не очень хорошо разбираюсь. Поэтому минус супергеройское качество. Ну и финальный важный вопрос для супергероя. Чего ты хочешь больше всего на свете? О, господи. Эм... Просто быть счастливым. Да. Глобальное счастье. Да. Я запрыгну в этот вагончик вместе с тобой. Равенство и... Чтобы земля могла излечиться после того, как мы... Нанесли ей такой ущерб, я думаю. Ну что ж, вполне неплохо для супергероев. В этом случае с нашим любимым ковидом я поддержу Роберта. Какого-то финального заключения у этого челленджа нет, но тем не менее он помогает собрать своего собственного супергероя. Я линолеум, останавливающий время и живущий в какой-то хибаре с кучей компьютеров. При этом хреново разбираюсь в людях и не умею танцевать. По-моему, идеально. Пора спасать мир. А что вышло у вас и какие необычные супергерои получились, пишите в комментариях. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok